Здравствуйте, в студии БНТВ Ольга Уланова. Купив или приватизировав жилье, любой гражданин становится его собственником. Но вместе с квартирой он, естественно, обретает права и обязанности. Расставим акценты. К началу 2013 года 85% петербуржцев уже приватизировали свое жилье. По данным маркетингового исследования жилищного проекта главным плюсом бесплатной приватизации многие считают возможность свободно распоряжаться своей собственностью. Количество объектов собственности на рынке жилья постоянно растет. Только в минувшем году, по данным Центра исследования и аналитики группы компаний «Бюллетень недвижимости», в Петербурге и пригородах было продано около 40 тысяч квартир. Для собственника квартира – это капитал. Это капитал. И в то же время, которое можно завещать, продать. С ним легче обращаться. Право собственности состоит из трех частей – пользования, владения и распоряжения. По словам генерального директора компании «Авентин недвижимость» Антона Баранова, наиболее существенным из них является право распоряжения. По нему вы можете свою собственность завещать, продать, подарить, обменять. Право пользования – это использование по назначению, дохода, например. Мы и сами пользуемся, проживаем в данной квартире. Право владение – это такая штука, достаточно редко упоминаемая, но если право пользования можно подобить ключу, то владение – это замок, физическое обладание. Приобретя квартиру в собственность, житель многоквартирного дома становится также обладателем и некой доли общедомового имущества. Предусматривает земельный участок и всякие общие помещения, типа лестниц, лифтов, крыш, земельного участка, прилегающего к дому. Иногда в Санкт-Петербурге, к сожалению, земельный участок, прилегающий к дому, как правило, это некая иллюзия, потому что была политика города, когда резали по обрезу фундамента, то есть отступали полтора метра от дома и говорили «вот ваш земельный участок». Соответственно, это невозможно использовать никак. Сейчас ситуация изменилась, и жилые комплексы имеют придомовые территории, и собственники имеют право пользоваться этим общим имуществом. Например, создать на этом участке детскую площадку, парковку или что-то еще. Но так как вы не один, а вас, собственно говоря, сколько собственников квартир, столько у вас этих сособственников общего имущества, вы должны это право реализовывать совместно. Это означает, что вы должны в рамках общего собрания определиться, во-первых, как вы это делаете, будет ли у вас там ТСЖ, управляющая компания. Право на общее имущество дает право получать доходы от его использования. Например, за размещение рекламы на стенах или установку больших рекламных конструкций на крышах, которые, кстати, требуют согласия собственников многоквартирного дома. Вырученные деньги можно потратить на содержание общедомового имущества. Кроме того, собственники могут принять решение о реконструкции дома, например, надстроив еще этажи. Правда, при этом нельзя забывать и о соблюдении закона. В рамках действующей процедуры принимаете решение, идете, получаете разрешительную документацию, надстраиваете два этажа за собственные деньги, со собственников, и распределяете какой-то результат. Продаете, может быть, и заработаете на этом. Фактически, как собственник, вы можете все, что не запрещено законом, но нужно помнить, что вы не один, и любые решения, касающиеся общедомового имущества, должны быть согласованы с остальными собственниками. Еще один важный момент. Выселить собственника из квартиры можно только в исключительном случае. Но и тут у собственника есть преимущество перед нанимателем, пояснил БН директор агентства недвижимости «Невский простор» Александр Геновкер. Если попадает квартира под какой-то инфраструктурный проект, городской, скажем, то есть когда расселение идет, то у собственника прав, конечно, больше. То есть ему должны компенсировать рыночную стоимость его жилья, плюс все затраты и затяжки, которые он поднесет. Жителю муниципальной квартиры город предоставит равноценную площадь. Правда, понятие равноценности здесь весьма относительно. С Невского проспекта можно переехать в металлострой. Кстати, жилищный кодекс ограничивает полномочия нанимателя для вселения, проживания и так далее. В государственной муниципальной квартире проживать сколько угодно человек по закону не мог. Ни любого человека наниматель может вселить в занимаемую квартиру. Если о своих правах собственники какое-то представление имеют, то об обязанностях практически нет. Россияне, особенно живущие в многоквартирных домах, еще не привыкли к мысли, что за содержание общедомового имущества также отвечает собственник. Должен нести расходы на содержание, то есть это и на текущий, и на капитальный ремонт. В случае, если происходят какие-то аварии, разрушения дома и так далее, в общем-то он должен своими средствами восстановить. То есть ему государство вообще-то ничего не обязано. Если, например, в результате взрыва газового баллона в многоэтажном доме произошли разрушения, то согласно жилищному кодексу, собственники должны принять решение о проведении и софинансировании ремонтно-строительных работ. Если же они этого не сделают, то возникнет угроза безопасности граждан. И тогда в ситуацию уже вмешается государство в лице местных административных органов. Они не могут позволить кому-то ждать, пока балка упадет на голову, а потом им скажут, что они бездействовали. Такой аварийный дом могут, например, расселить, предоставив аналогичное по площади жилье, или разместить жителей в маневренном фонде до решения вопроса о дальнейшей судьбе строения. И все-таки главная обязанность собственника – это капитальный ремонт. Как отметил Антон Баранов, в любом правоустанавливающем договоре, будь то договор купли-продажи или приватизационный, практически всегда прописано, что собственник несет расходы за содержание и ремонт здания, в том числе капитальные, пропорционально принадлежащие ему собственности. Вместе с тем, сейчас государство в рамках целевых программ участвует в софинансировании капитального ремонта. Для Петербурга это особенно актуально. При условии финансирования 5% от общей стоимости ремонта в доме со собственниками квартир, они 95% финансируют за счет бюджета. Но это вот такая локальная региональная программа, которая на текущий момент имеет сроки. По окончании этой программы государство не обязано будет давать деньги на ремонт, а значит, эта обязанность полностью ляжет на плечи собственников. Разумеется, мы рассказали лишь о некоторых правах и обязанностях, появившихся у многих граждан страны вместе с правом собственности на жилье. Но опыт, который сегодня есть, говорит, что быть ответственным собственником не так просто. Акценты расставлены. В студии была Ольга Уланова. Акценты расставлены.